разговор пяти путников об истинном счастье в жизни афанасий люди в жизни свои трудятся метутся сокровиществуют а для чего то многие сами не знают если рассудить то всем человеческим затеям сколько их там тысяч разных не бывает выйдет один конец радость сердца не для он или выбираем мы по вкусу нашему друзей дабы от сообщения своих им мысли иметь удовольствие достаем высокие чины дабы мнение наши от почтения других восхищалась изобретаем разные напитки кушанье закуски для усложнения вкуса изыскиваем разные музыки сочиняем тьму концертов минуэтов танцев и контр танцев для увеселения слуха созидаем хорошие дома насаждаем сады делаем златотканные парчи материи вышиваем их разными шелками и взору приятными цветами и обвешиваемся ими дабы сим сделать приятное глазам и телу нежность доставить составляем благовонные спирты порошки помады духи и он ими обоняния довольствуем словом всеми способами какие только вздумать можем стараемся веселить дух наш осколь великим весельем довольствуются знатные и достаток имеющие в свете персоны в их то домах радостью и удовольствием растворенный дух живет осколь дорога ты радость сердечная за тебя цари князья и богатые несчетные тысячи платят а мы беднячье достатков неимущие как бы от крупиц со столов их падающих питаемся рассудишь теперь каким триумфом объяты все славные европейские города яков подлинно великим однако я слыхал что нигде нет больше забав и веселости как в париже да в венеции афанасий верно там их много а пока их ты нам в извинец и перевезешь то помрем здесь от скуки григорий перестаньте врать хорошие друзья высокие чины и веселое место различные игры и забавы и все ваши затеи не сильны обрадовать духа и тем выиграть овладевшую вами скуку яков а что ж сильно григорий одно то если узнать в чем состоит истинное счастье и приобрести оное афанасий правда мы родились к истинному счастью и шествуем к нему а жизнь наша есть путь как река текущий яков я давно уже ищу счастье да нигде я сыскать его не могу григорий ежели вы подлинно сыскать его хотите то разрешите мне сей вопрос что для человека лучше всего яков бог знает и на что нас спрашиваешь о том чего великие мудрецы усмотреть не могли и поразнились в своих мнениях как путники в дорогах ведь то что лучше всего то и выше всего а что выше всего то всему голова и конец все главнейшее добро названо у древних философов окончанием всех добр и верховнейшим добром кто же тебе может разрешить что такое есть край и пристанище всех наших желаний григорий потише государь мой вы очень за высоко силе так я еще вас проще спрошу чего вы себе в жизни паче всего желаете яков ты будто муравейник палку покопал так вдруг с ним вопросом взволновал наши желания афанасий я бы желал быть человеком высокочиновным дабы мои подчиненные были крепки как россияне а добродетельны как древние римляне когда по меня дом был как венеции осад как во флоренции чтоб быть мне и разумным и ученым и благородным и богатым как бык на шерсть григорий что ты врешь афанасий дюжим как лев пригожим как венера яков зашла мне на память венера так называемая собачка григорий извольте государь мой прибавить яков хвостатым как лев головатым как медведь ухатым как осел григорий сомнительно чтобы могли войти в уши божие столь бестолковое желание ты с твоими затеями похож на то дерево которое желает быть в одно время и дубом и кленом и липою и березою и смоковую и маслиной и я вором и фиником и розою и рутаю солнцем и луною хвостом и головою младенец на руках матери сидящий часто за нож за огонь хватается но премилосердная мать наша природа лучше знает о том что нам полезно хотя плачем рвемся она со сцами своими всех нас по благопристойности питает и одевает и сим добрый младенец доволен а злородная семья беспокоиться и других беспокоит сколько ж миллионов сих несчастных детей день и ночь вопят ничем не довольны одно дадут в руки за новым чем плачут нельзя нам быть несчастливыми афанасий для чего григорий не можем сыскать счастья яков зачем григорий за тем что не желаем и желать не можем афанасий почему григорий потому что не разумеем в чем она состоит голова делу то чтобы узнать откуда родится желание от желания иск потом получение вот и благополучие сириич получение что для тебя благо теперь понимай что значит премудрость яков я часто слышу слово сие премудрость григорий при мудрости дело в том состоит чтоб разуметь то в чем состоит счастье вот правое крыло а добродетель трудиться сыскать по сей причине она у эллинов и римлян мужеством и крепостью зовется вот и левая без сих крыльев никоим образом нельзя выбраться и взлететь к благополучию премудрость как астрадально зрительный орлиный глаз а добродетель как мужественные руки с легкими оленями ногами сие божественное супружество живо изображено сею басенко яков ты из уст моих вырвал ее конечно она о двух путниках безногом и слепом григорий ты конечно в мысль мою попал афанасий расскажи же пообстоятельные григорий путник обходя разные земли и государства лишился ног тут пришло ему на мысль возвратиться в дом к отцу своему куда он опираясь руками с превеликим трудом продолжал обратный путь свой наконец до полши до горы с которой виден уже был ему и дом отца его лишился совсем и рук а тель живое око его взиралась веселой жадностью через реки леса стремнины через пирамидных гор верхушки на блистающий издали замок который был домом отца его и всей миролюбивой семьи конец и венец всех подорожных трудов но то беда что наш обсерватор ни рук ни ног действительных не имеет а только мучиться как евангельский богач смотря на лазаря между тем осмотрясь назад увидел нечаянно чудное и бедственное зрелище придет слепец прислушивается ощупывает посохом то вправо то влево и будто пьян из дороги отклоняется подходит ближе вздыхает исчезли как суете дни наши пути твои господи укажи мне увы мне как пришествие мое продолжится и прочие таковы слова сам себе говорит вздыхая с частым преткновением и падением боюсь я друг мой чтоб не спугать тебя кто ты такой спрашивал прозорливый тридцать четвертый год путешествие моего а ты мне на пути семь первый случился отвечал помраченный странствование мое в разных краях света сослала меня в ссылку необыкновенный жар солнечных лучей в аравии лишил меня очей и я слепо же возвращаясь к отцу моему а кто твой отец он живет в нагорном замке называемом миргород имя ему ураней а мое практик боже мой что ты мне говоришь я твой родной брат вскричал просвещенный я обсерватор необыкновенная радость всегда печатлеет со слезами после изобильного слез излияния слепец с орошенными очами говорил брату своему следующее сладчайший брат по слуху слыхал я тебе а теперь сердечное око мое видит тебя умилосердись окончай мои бедствия будь мне наставником скажу правду что меня труд веселит но семиминутное притыкание всю мою крепость уничтожает жаль мне говорит светлоокий что не могу тебе служить любезная моя душа я путник обошедший уже одними ногами моими весь круг земли они меня носили везде успешно но каменистые в пути встречавшиеся горы лишили меня он их и я опираясь руками моими продолжал путь мой а на семь месте потерял и руки более уже не ходить не ползать по земле не могу многие желали меня ксим употребить но не способен ползать не был им полезен совсем дело не стало сказал слепой ты мне бремя легкое и любезное возьму тебя сокровище мое на себя чистое око твое будь вечным тело моего обладателем и всех моих членов головою прекрати мучительство начала родной тьмы бесчеловечно меня гонящие по пустым пути его посторонностям я твой конь сядь на рамена мои и управляй мною дражайший господин и брат сяду брат мы с охотою дабы доказать нам истину написанного слова божия всего у приточника брат от брата помогаемый есть как град твердый высок укрепляется же как основанное царство теперь взгляните на дивное дело божие из двух человек составлен один одну путничье лицо сделано из двоих сродностей без всякого смешения ну и без разделения взаимно служащих идет небывалый путник главнейшим путем не вправо не влево не уклоняясь исправно переходит реки леса рвы из ремнины проходит неровные горы с весельем поднимается на высоту мирного города обливает его светлый и благовонный воздух выходит безмятежная толпа миром и любовью дышащих жителей плечащих руками ожидая на крыльце и приемлет в недра блаженного объятия сам ветхий днями ураний яков так что ж тебе сказать григорий объявите главное ваше желание яков наше желание верховное в том чтобы быть счастливыми григорий где ж ты видал зверя или птицу без всех мыслей ты скажи где и в чем искомая тобою счастье а без всего родной ты слепец он ищет отцовского замка да не видит где он знаю что ищет счастье но не разумея где он падает в несчастье премилосерднейшее естество всем без выбора душам открыла путь к счастью афанасий постой все слово кажется воняет ересью всем без выбору яков пожалуй не мешай господин православный суевер все на все родилось на добрый конец а добрый конец разумея счастье так можно ли сказать что не всякому дыханию открыла путь всеобщая мать наша натура к счастью афанасий и твоя натура пахнет идолопоклонством лучше сказать бог открыл не языческая твоя натура яков здрасте же ольховый богослов если я называя бога натурой сделался язычником то ты и сам давно уже преобразился выдала поклонника афанасий чего ради яков того ради что сие имя бог есть языческое название афанасий пускай так но христиане уже сделали оное своим яков для чего ж ты боишься бога назвать натуры если впервые христиане усвоили себе языческое название сие бог афанасий много ты болтать научился яков разве ты не слыхал никогда что высочайшее существо свойственного себе имени не имеет афанасий не имеет а что же за имя ему было у жидов какой-то егова разумеешь ли яков не разумею афанасий вот то то но что не разумеешь яков знаю только что у исаи на многих местах написано так я есть я есть я есть я есть сущий оставь господин богослов толкование слова для еврейских словотолковников а сам в небле что за такое что означается именем сущий невелика нужда знать откуда сие слово родилось хлеб от хлеба или от хлопот а в том только сила чтобы узнать что через то имя означается в том-то жизнь и состоит временное если достать его ермолай бог в помощь что у вас за спор я давно прислушиваюсь афанасий здравствуй друг яков пожалуйста будь судьей нашей ссоры ермолай готов а в чем дело яков идолопоклонством почитает если бога назвать натурой ермолай в библии бог именуется огнем водою ветром железом камнем и прочими бесчисленными именами для чего ж его не назвать натура натурой что ж до моего мнения надлежит нельзя сыскать важнее и богу приличной имени как сие натура есть римское слово по нашему природа или естество всем словом означается все на все что только родится во всей мира сего машине а что находится нерожденное как огонь и все родящиеся вообще называется мир для чего афанасий постой все вещественное родилось и рождается и сам господин огонь ермолай не спорю друг мы пускай все вещественное родилось так точно для чего же всю тварь заключающим именем то есть натурой не назвать того в котором весь мир с рождениями своими как прекрасное цветущее дерево закрывается в зерне своем и оттуда же является сверх того слово сие натура не только всякое рождаемое и приходящее существо значит но и тайную экономию той пресносущной силы которая везде имеет свой центр или среднюю главнейшую точку а о количестве своей нигде так как шар которым онная сила живописью изображается кто как бог она называется натурой потому что все наружу происходящее или рождаемое от тайных неограниченных ее недр как от всеобщей матери чрева временное свое имеет начало а пониже сия мать рождая ни от кого не принимает но сама собой рождает называется и отцом и началом ни начала ни конца неимущим ни от места ни от времени независящим а изображает ее живописцы кольцом перстнем или змеем в круг свитом свой хвост своими же держащим зубами сей повсеместной всемогущей и премудрой силы действие называется тайным законом правлением или царством по всему материалу разлитым бесконечно и безвременно сирище нельзя не спросить когда она началась она всегда была или пока она будет она всегда будет или до какого места простирается она всегда везде есть на что ты говорит бог моисею спрашиваешь об имени моем если можешь сквозь материальный мрак прозреть то что всегда везде было будет и есть вот мое имя и естество имя в естестве а оно в имени а одно другого не разнится то ж одно и другое оба вечны кто веры оком через мрак меня видит тот и имя мое знает а кто ищет о моем знать имени тот конечно не знает меня и мое имя все то одно имя мое и я одно я тот что есть я есть сущий если кто знает бога чем не есть именует его сердце почитателя все то действительно и доброе имя нет ничего что один знает а другой понус только бы в разуме не поразнились Моисей и Исаия именуют его сущий им подражая Павел говорит вчера и днесь тот же вовеки а богослов другое имя дает бог любовь есть любовью называют то что одинаково и несложное единство везде всегда во всем любовь и единство есть тоже единство частей чуждое есть посему разрешиться ему есть дело лишнее а погибнуть совсем постороннее Иеремия зовет мечом а Павел словом именует живым но оба тоже разумеет сей меч всю тлень разит и все как Риза обещают а слова закона и царствия его не мимо идут Григорий долго ли вам спорить возвратимся к нашему разговору Ермолай о чем разговор Яков о том в чем состоит счастье Григорий премилосерднейшая мать наша натура и отец всякой утехи всякому безвыбору дыханию открыл путь к счастью Яков доволен ли ты всем мнением Афанасий теперь доволен Григорий Но то беда что не ищем знать в чем оно точно имеет свое поселение Хватаемся и беремся за то как за твердое наше основание что одним только хорошим прикрылось видом Источником несчастья есть нам наше бессоветие Оно-то нас пленяет представляя горькое сладким а сладкое горьким Но всего бы не было если бы мы сами с собой посоветовались порассудимся друзья мои исправимся к доброму делу приниматься никогда не поздно поищем в чем твердость наша подумаем таковая дума есть та самая сладчайшая Богу молитва Скажите мне что такое для вас лучше всего Если то с ищете тогда и найдете и счастье точное в то время до него и добраться можно Ермолай Для меня кажется лучше все то если бы во всем быть довольным Григорий Скажи яснее Ермолай На деньги на землю на здоровье на людей на все что только не есть на свете Яков Чего ты засмеялся Афанасий От радости что случился дурачество моему товарищ Сей так же быть желает горбатым как верблюд брюхатым как кит носатым как крокодил пригожим как хорд аппетитным как кабан и прочее Григорий Богословские уста а не богословское сердце Хорошо ты говоришь о Боге а желаешь нелепого Не погневайся друг мой на мое чистосердечие Представь себе бесчисленное число тех которым никогда не видать изобилия В образе больных и престарелых приведи на память всех нескладным телом рожденных Неужели ты думаешь что премилосердная и попечительная мать наша натура затворила им дверь к счастью сделавшись для них мачехою Ах пожалуй не стесняй мне премудрого сего промысла в узкие пределы не клевещи на всемогущее ее милосердие она для всякого дыхания добра не для некоторых выбранных из одного только человеческого рода а нарочительнейшим своим промыслом все то изготовила без чего не может совершиться последнего червяка с части а если чего не достает то конечно лишнего а чей не имеет крот на что ему птицы не знают корабельного строения не надобно а кому надобно знает лилия не знает фабрик она и без них красна оставь же друг мы все клеветливые на родную мать нашу прошение ермолай я не клевещу и не подаю на нее челобитной григорий ты клевещешь на ее милосердие ермолай сохрани меня бог я на бога не клевещу григорий как не клевещешь сколько тысяч людей решенных того чего ты желаешь ермолай без числа так что же григорий удивительный человек так бог по твоему определению есть немилосердный ермолай для чего григорий для того что затворил им путь к всему чего ты желаешь так как надежного твари счастья ермолай тогда чего мы теперь договорились григорий до того что ли ты с твоим желанием глуп или господь немилосердный ермолай не дай бог сего говорить григорий почему знаешь что получение твоего желания тебя счастливит справься сколько тысяч людей он и погубило до коих пороков не приводит здравие с изобилием целые республики через оное пропали как же ты изобилие желаешь как счастье счастье несчастливыми не делает не видишь ли и теперь сколь многих изобилие как наводнение всемирного потопа пожерло а души их чрезмерными затеями как мельничные камни сами себя снедая без зерна крутятся боже милосердие конечно бы осыпало тебя изобилием если бы оно было тебе надобное а теперь выбрось из души сие желание оно совсем смердит родным мирским квасом Григорий да еще квасом прескверным мирским исполненным червей неусыпаемых день и ночь умерщвляющих душу как и Соломон сказывает вода глубока и чиста совет сердца мужа так и я говорю что квас прескверный мирской желание в сердце твоем дал ты веселье в сердце моем Давид поет а я скажу взял ты смятение в сердце моем Ермолай почему же желание светское Григорий потому что общее Ермолай вот 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 источник ропота жалоб печали вражь тяжеб граблений воровства всех машин крючков и хитростей из всего родника родятся измены бунты похищения падения государств и всех несчастья бездна господи говорит Петр святый в деяниях пусть ничто скверное не войдет в уста мои на нашем языке скверное а на эллинском лежит то есть общее все то одно общее мирское скверное мирское мнение не есть то в сердце мужа чистая вода но болото коэну свиньям и бесам во дворении кто им на сердце столь глубоко напечатлел сей кривой путь к счастью конечно отец тьмы сию тайную мрачного царства славу друг от друга приемля заблуждает от славы света божьего ведущего в истинное счастье водимый засеянным мирских похоти духом не вникнув в недра сладчайшей истины а все их заблуждение сказать еремийными словами написано на ногти адамантовом на самом роге алтарей их откуда проистекают все речи и дела так что сего начала родного рукописания не стереть не вырезать не разодрать невозможно если не постараемся само себе вседушно человек с богом в павле глаголищем не наша брань припоиши о человек чресло твои истинное вооружись против всего твоего злобного мнения на что тебе засматриваться на манеры мирские ведь ты знаешь что истина всегда в малолюдном числе просвещенных божьих человеков царствовала и царствует а мир сей принять не может собери перед себя из всех живописцев и архитекторов и узнаешь что живописная истина не во многих местах обитает а самую большую их толпу посело невежество и неискусство Ермолай так сам ты скажи в чем состоит истинное счастье Григорий впервые узнай все то в чем оно не состоит а перешарив пустые закоулки скорее доберешься туда где оно обитает Яков а без свечи по темным углам как ему искать Григорий вот тебе свеча премилосерднейший отец наш всем открыл путь к счастью всем каменем искушай золото и серебро чистое ли Афанасий а что ж если кто испытывать не искусен Григорий вот так испытывай можно ли всем людям быть живописцами или архитекторами Афанасий никак нельзя вздор нелепый Григорий так не тут же счастья видишь что к всему не всякому путь открыт Афанасий как не может все тело быть оком так к всему не бывать никогда Григорий можно ли быть всем изобильными или чиновными дюжими или пригожими можно ли поместиться во Франции можно ли в одном веке родиться нельзя никак видите что родное счастье не в знатном чине не в теле дарования не в красной стране не в славном веке не в высоких науках не в богатом изобилии Афанасий разве афанасий как Григорий не мог сесть без подсаживания других потом в двенадцатый раз посилившись перевалился на другой бок ну вас к черту передали перцу сказал осердясь Афанасий да не о том спрашиваю я а мне спрашиваю Григорий ты недавно называл счастьем высокий чин с изобилием а теперь совсем отсюда выгоняешь оное я не говорю что счастливый человек не может отправлять высокого звания или жить в веселой стороне или пользоваться изобилием а только говорю что ни по чину ни по стороне ни по изобилию счастливым есть если в красном доме перовное изобилие пахнет то причиной тому не углы красные часто и не в славных пироги живут углах не красен дом углами по пословице красен пирогами можешь или сказать что все равнодушные жители и веселые во Франции Афанасий кто ж на том подпишется Григорий но если б сторона существом или эссенцию счастья была непременно нельзя было бы не быть всем счастливым во всякой статье есть счастлив ли или не счастлив ли не привязал бог счастья ни к временам Аврамовым ни к предкам Соломоновым ни к царству Недавидову ни к наукам ни к статьям ни к природным дарованиям ни к изобилию по сей причине не всем к нему путь открыл и праведен во всех делах своих Недавидов ми к парамон